Запада на восток. На этой неделе Россия начала новую торговую войну против Украины. Кремль покусился на святое. Украинское сало и мясо. Причем не скрывая почему и как обычно не церемонясь. Вот как анонсировал мясную войну руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверч. Процитирую. После подписания соглашения Украины с ЕС изменится условие доступа европейской продукции на украинский рынок. Ее станет больше. Значит автоматически необходимо пересматривать условия ввоза украинской продукции в Россию. В ином случае поставки потенциально опасной продукции могут иметь широкомасштабные последствия. Получается пока у Украины нет соглашения об ассоциации. Украинское мясо и сало не опасны. А как только соглашение будет подписано. Все. Есть нельзя. На этой неделе кстати ввоз продукции одного из украинских мясокомбинатов в России уже запретили. Собственно ничего нового. Чем за последние два месяца Москва только не пугала. В проевропейские настроенных украинских конфетах найдены канцерогены. В связи со стремлением Украины в Европу украинские колесные пары для грузовых вагонов непригодны для эксплуатации в России. Потом в сырах неожиданно обнаружились антибиотики. Потом в эфире государственного телевидения России украинцев напугали эвтаназией и вывозом родных черноземов на запад вагонами. Как немцы во время войны. Но если присмотреться и посчитать, за всей этой истерикой могучего соседа скрывается обычный страх потерять остатки влияния на независимую страну, которая еще недавно была полностью подконтрольной Кремлю территорией. Андрей Борис объяснит, что еще, кроме политического влияния на Украину, потеряет Россия 29 ноября. С приближением Вильнюсского саммита российские политики и журналисты пугают Украину Европой. Все страшнее и страшнее. В реальности впереди экономический крах целой страны. Украина летит к нему по расчетной траектории. Пассажирам будет больно. Выживут не все. Украина станет крупным экспортером сельхозпродукции, хотя в этом я не уверен. А вот рабочие силы точно. Причем и в Евросоюз, и в Россию. Если ваша дочка будет в этом евразийском центре сел доктором наук в Дубне, а в Европе будет уборщицей, то, может быть, надо подумать. Но это слова. А вот действия. Торговая война по всем фронтам. Россия ограничивает торговлю с Украиной. Сначала запретили импорт труб и шоколада. На прошлой неделе грузовых вагонов, а позавчера говядины. Наша власть так пугает хохлов экономической катастрофой при подписании договора об ассоциации с Европой, что как-то стало совсем ясно, что никакой катастрофы не будет. Наши, конечно, из штанов будут выпрыгивать, чтобы им ее устроить. И даже себе во вред будут рвать экономические связи и отгораживаться таможенными барьерами. Альфред Кох, бывший заместитель председателя правительства России. Но сколько именно потеряет Россия, если назло прекратить торговать с Украиной? Вот данные о российском торговом балансе за полгода. Украина для России пятый по важности торговый партнер в мире. На первом месте Китай. Далее Нидерланды, Германия, Италия и мы. Причем разница в товарообороте между Россией и полуторамиллиардным Китаем и России из 45 миллионов Украины меньше, чем в два с половиной раза. Украина – это не Грузия. Если товарообъем между Россией и Грузией – это на год несколько сотен миллионов долларов, то товарообъем между Россией и Украиной – это около 50 миллиардов долларов на год. Это совсем меньший масштаб. И для российской экономики, такий партнер, как Украина – это очень большой, крупный партнер. И поэтому экономические втраты в разе будь-яких серьезных торговельных конфликтов, а тем больше, не дай бог, справжней торговельной войны, они будут оба пильными для обоих сторон. Один из еврочиновников назвал действия России блефом. Если сравнить международные отношения с покером, то стиль игры, выбранной Москвой, довольно опасный. Ведь блефуют игроки бессильных карт. Украина – самое большое государство Европы после России на пересечении ключевых транспортных путей. Страна с огромными природными ресурсами, уголь, железная и марганцевая руда, чернозем. Здесь много мощных промышленных объектов с относительно дешевой рабочей силой. После распада Советского Союза Москва потеряла контроль над Киевом, но вскоре поняла, как можно влиять на Украину с помощью экономических рычагов. Сергей Терехин, бывший министр экономики, вспоминает топливный кризис, устроенный Москвой после Оранжевой революции. Российские нефтяные компании, контролирующие на тот момент большинство украинских НПЗ, резко сократили импорт нефтепродуктов в Украину. Это спровоцировало дефицит топлива и резкий скачок цен на бензин. И в 2005 году, после известных событий, Россия, скажем так, не очень счастлива была этими украинскими событиями, и решила показать, кто в доме хозяин. Экономики тут мало было. Как мы чувствуем сейчас, по позиции Российской Федерации перед Вильнюсом, геополитик. Подобный стиль Россия использует и в других экономических сферах. Любимый метод, знакомый всей Европе. Если что не так, отключим газ. Игра Украины и России поединок неравных соперников. У Москвы капитал серьезнее, что позволяет ей вести себя более агрессивно. Но с появлением за столом нового игрока-тяжеловеса Европейского Союза, все может поменяться. При соединении Украины к зоне свободной торговли с ЕС открывает украинские рынки для европейских компаний. Изменится расклад сил и правила игры, которым привыкла Москва. И в случае каких-либо экономических конфликтов ЕС уже не будет сторонним наблюдателем. Европейский Союз, конечно, не остается остальным. Потому что для Европейского Союза сегодня очень важно показать успех политики соседства. Так сказать, момент этой политики соседства это как раз подписание соответствующей угодой. И в конце концов, это уже, так сказать, для Европейского Союза справа честя. Она говорит уже про то, что и им, и нам это экономично и политично выгодно. Одна из главных страшилок из Москвы относительно договора об ассоциации украинское производство рухнет под натиском более качественных и дешевых товаров из ЕС. Украинские экономисты в нее не верят. Европа почти однозначно занимает все миты стосованные украинского экспорта в Европейский Союз. А у Украины такое обязанное возникает протянув 10 лет. У нас 10-летний адаптационный период. На самом деле, по договору об ассоциации, Украина получает существенное преимущество в торговле с ЕС по сравнению с Россией. Москва и Киев конкурируют по многим позициям в европейском направлении. Одна из ключевых – это зерно. Дмитрий Пичугин – старший партнер одной из международных юридических фирм. Он помогает бизнесменам из стран СНГ выходить на рынок ЕС. Раньше работал в Киеве и Цюрихе, теперь открывает офис в Москве. Уверен, в ближайшее время в Украину хлынет российский капитал. Экономическая граница, она передвинется к границам с Россией. И тот средний бизнес России, который захочет вести бизнес в Европе, для него намного проще и намного дешевле будет сделать это из Украины, чем из Швейцарии. Потому что структура затрат, она будет совершенно другой. Россия, которая сегодня так яро противится подписанию соглашения Украина-ЕС, на самом деле раньше Киева начала переговоры с Брюсселем о зоне свободной торговли. Евросоюз – важный торговый партнер Москвы. Но то ли амбиции, то ли старые обиды тормозят переговорный процесс. Если блеф не проходит, ставка проиграна. Капитал уменьшается, и игрок теряет свою убедительность. Если он не изменит тактику, то рискует потерять все. И в этой игре важно понимать, сколько еще фишек припрятано у противника. У России огромные ресурсы. Но продолжающаяся сланцевая революция в Европе угрожает самому главному источнику доходов – торговле газом. На сегодня даже такая крупная держава и с точки зрения энергоресурсов, и с точки зрения оружия, как Российская Федерация, не может быть самостоятельным геополитическим гравцем. Модель серовинной экономики, она себя вычеркивает. Я также думаю, прекрасно понимает, что модернизировать такой потенциал, который имеет на сегодняшний день Росия, выключено за внутренние деньги, практически невозможно. Сегодня выбор между Западом и Востоком делает Украина. Завтра в подобной ситуации может оказаться Москва. Правда, у нее выбор будет между Европейским Союзом на Западе и Китаем на Востоке. Андрей Борис, Виталий Савенко, Роман Ребри и Павел Холодов. События недели. Редактор субтитров А.Семкин